Четвертый важный момент, почему Макевару наносится с разным положением клавака. Мы тренируем Сейкен Черковский, как наиболее распространенную технику и работа на Макеваре. Я в предыдущем подкасте затронул такой момент, что даже мастера, которые на Макеваре проработали несколько десятилетий, в итоге в Узбах и в Макевару работают совершенно разные способы. Это идет отрыв одного от другого. То есть всегда говорится, а в кумите нужно драться так же, как делаешь ката. Вот я хочу точно сказать, что надо работать точно так же, как делается кихон. Если в кихоне мы имеем посредние линии, то и в Макевару позже нужно наносить удар в среднюю линию. Я не говорю, конечно, про техники, которые делаются со смещением со скобом среднего Макаке. Вот противник остался спереди, мы сами ушли, удар остался сбоку лучше. Если мы такие техники делаем, то да, но если мы тренируем именно в прямой тех же кубах обратно вперед, то у нас кубак должен быть по садиктальной линии, находиться четком посредней линии. И что же мы видим у мастеров? Я даже приведу, наверное, видео, если найду. Но я на это справлюсь. Да на Ютубе полно этого всего дела. То есть что происходит? Так бьется в среднюю линию, а по Макеваре работа начинает и становится от нее немножко сбоку. И вносит удар таким образом, что Макевар стоит в линию плеча. Не в линию садиктальной груди, а в садиктальной линии носа. А вот таким вот образом. Смотри, вот так. И это причем тогда, когда Макевару удается пробить на глубину. То есть уже мастера много лет там работали, у них очень хорошо набиты поверхности. И они уже об Макеваре не просто бьют, да, чтобы набить поверхность удара, а пытаются пробивать его по глубже. Вот. И не пытаются, а именно ставят удар, да, они пробивают его по глубже. И что происходит? А происходит вот что. Когда мы наносим удар последней линии, а Макевар находится близко, то есть для того, чтобы ее поглубже пробить, если она далеко стояла, вот у меня кулак, то есть она поближе стоит, и чтобы его поглубже пробить, получается, что я к Макеваре ближе стою, если я хочу пробить его поглубже. И что? А кулак должен меня прийти вот в этом положении. То есть они набивали когда-то, у них кулак уже горизонтально стоялся. Они не ставили вертикально. И выработался такой навык. Получается, что даже когда близко Макевар находится, они бьют как? Чтоб кулак был уже в горизонтальном положении. Теперь посмотрим на это сверху. Что получается? Происходит вот такое положение кулака. Видите? Ось, вот эта, она проходит мимо костей предплечья. Мимо костей предплечья. То есть это неправильное положение, да? И для того, чтобы это нивелировать, то есть тело смещается в сторону. Тело смещается в сторону. И тогда, то есть кулака выравнивается, и встает на шпалилке костей предплечья. То есть что происходит? Даже если я локоть ввожу в сторону, будет разорвать кулака, а мне его приходится как бы, вот именно выводить таким вот образом. Почему? Ну, чтобы сприкоснуться к мишеням, вот в горизонтальном положении кулака проснуться к мишеням, мне приходится локоть ввести в сторону. Я предыдущим лишь практиковать. То есть, либо мне приходится кулак вырвать, но это уже вообще никуда не годится. То есть в таком положении не будет, дар вообще никакой. Либо локоть ввести в сторону. Локоть ввести в сторону. Но, то есть тогда сильно макевару не пробить. И что происходит? Я смещаюсь таким образом, Чтобы линия предплечья совпадала с осью самого приема. Чтобы не такой был удар, а вот такой. И что происходит? Смягчается из ног. И даже если я пробиваю глубокий прием мочи и руку сам танцевал, загнул, ну в итоге, то здесь у меня рука в таком положении, у меня, значит, то есть она совпадает. То есть то есть удар совпадает с костями и предплечья. Вроде кулак находится в правильном положении. Но что получается? Тело-то самое у меня уже не в том положении находится, в котором тренируются с айкенчук. Не по сагиттальной линии, а в стороне. То есть во время плеча. Ну понятно, я надеюсь, что я донес, почему такую вот ошибку допускаю даже старые мастера. Это действительно, скажем так, ошибка. Нам на этой форме логики совершенно понятны. Потому что если десятилетиями разучивающую кихонь таким образом работает с соединением, а на макиване работает по-другому, значит где-то кроются дефекты. Вот этого никогда не произойдет, если кихонь будет находиться тем вертикальнее, чем поближе располагается макивар. Но никогда не произойдет. То есть среди линии вы будете носить удар. Вот. В таком положении. Даже если близко макивара к себе будет, вот оно. Совершенно нормальное положение. Вот. Нормальное положение кивару. То есть ось четко совпадает ко всей костю. То есть то есть удар, она вычисляется как бы по целику. То есть если мы бьем сейкен этими местами, вот кентасом, то значит ось удара проходит вот между костяшками. Вот это вот, если отсюда между костяшками провести до локтя, вот это вот будет ось удар. Вылавываем кулак. Все, ось удара вон туда пошла. Мимо уже проходит. Сюда вон. Ось удара прошла тоже мимо костяшки. То есть кулак уже сам слабый. То есть ось удара умеряется именно таким образом. От кончика локтя и вот до этого целик. Это мушка, условно говоря, локоть, а это целик. Получается очень четко. Очень как бы жесткий прием. Вот. И здесь что получается? Когда у нас находится близко макивая, вертикально ставим кулак, у нас ось, она совпадает. То есть кулак стоит правильно. Кулак стоит правильно. Если же кулак таким образом стоит, уже не совпадает. То есть если я ставлю посредине линии, у меня кулак выломан. Ось проходит мимо локтя. Вот это вот очень важный момент. Поэтому макивая надо работать. Чтоб она стояла четко посредине линии. А кулак тем должен быть вертикальней. Тем вертикальней, чем ближе вы к макиваре стоите. То есть иными со словами. Чем вы глубже, техника тренируется, то есть тем вы глубже пытаетесь удар нанести, тем вы глубже ставите прием, тем вертикальней кулак. Если же удар более поверхностный, то есть не заходит на глубину больших кулак, тем больше доворачивается. Если удар более поверхностный, то кулак может находиться в конечной фазе. Там это ему уже не мешает. Все. Здесь уже совпадает просто. Ну вот, четыре основополагающих момента, объясняющих, как надо правильно располагать кулак в ударе по макивари. Это очень важная вещь. Почему это важно знать? Это важно знать именно потому, чтобы на макиваре удар совершенствовать, делать его более сильным и не ломать правильную технику приема. Иначе макивара будет вам не другом, а врагом. Она испортит вашу технику и принесет вам не пользу, а вред.